С нами в студии Ирина Хакамада, соратница Борис Ефимович, писатель, общественный деятель. Ирина, здрасте. Здрасте. Вы уже были на мосту, да? Утром. Вчера поздно вечером. Вчера поздно вечером, да-да-да. Скажите, ну вот самый главный вопрос, как изменилась страна за эти шесть лет? И с одной стороны, когда произошло только убийство, мы помним этот марш на следующий день, когда люди вышли массово, был шок для всей страны. Все думали, что это что-то, может быть, поменяет, как-то изменит отношения. С другой стороны, мы видим, что сейчас все повторяется. Опять попытка политического убийства, отравления Навального, и вроде бы еще хуже обстановка. Вот вы как оцениваете эти шесть лет? Что-то поменяло убийство, что-то изменило? Как изменилось российское общество? Ну, убийство Бориса Емцова, согласно с Ильей Яшином, носило форму политического терроризма. И Анну Политковского убили, и журналистов убивали. И вообще убийств было много, но это было настолько взывающее, что действительно было больше похоже на политический терроризм, как специальный акт демонстрационный. Поэтому это убийство было знаковым. И оно показывало, что в стране создалась ситуация, когда неважно, кто заказчик, он в Кремле или он не в Кремле, но создалась атмосфера, в которой все возможно. Можно вот так вот взять и оппонентов власти убивать. Причем демонстративно из-за этого ничего не будет. Такой спусковой крючок, да? Да, спусковой крючок. То есть это было что-то такое репрессивно новое. И вот эта вот репрессивность, она шла дальше, дальше, дальше. Да, Немцов был объединителем. Он был единственным политиком человеческим, который, несмотря на все свои амбиции, в том числе и президентские, внутренние, он всегда объединял. Он, когда был в Союзе правых сил, вел все время переговоры с Явлинским о том, чтобы мы объединились вместе. То есть он выходил на диалог дальше с теми, с кем как-то он бы не разделял. Он со всеми выходил на диалог. Никита Белых, который сейчас в заключении, благодаря ему стал лидером партии, когда там все ушли, да? И он его же и двигал. Он двигал всех в координационном совете. Он пытался договориться и с Каспаровым, и со всеми остальными более взрывными, эмоциональными, политическими эгоистами. Он пытался все это убрать, и объединить. Он единственный, кто, включая и Союз правых сил и руководство, единственный вообще в демократическом лагере, поддержал меня в президентской кампании. И единственный, кто абсолютно понял меня по-человечески, когда я ушла из политики. То есть не было никаких «ну Ира, как ты можешь?» Нет, мы с ним всегда были друзьями, и в нем, это очень удивительное качество, всегда оставалась какая-то космическая человечность. Поэтому его все любили. Но в качестве политической фигуры, объединяющей демократические силы, даже после смерти он как бы народ объединил. Это, по-моему, судьба всех честных людей. И он может быть таким символом даже, да? Да, символ стал, народ объединил, а с объединением демократов опять ничего не получилось. И сегодня все новые лидеры, включая Алексея Навального, они как-то сильно не вспоминают, да, объединяющий потенциал Немцова, который вообще-то погиб. Ну, вот такая жизнь. А вот сегодня тоже все чаще на мосту говорят о том, что если бы сейчас был жив Борис Немцов, он бы представлял для власти угрозу, был такой крупной политической силой. И, мол, из-за этого-то все это и случилось тогда, шесть лет назад, что устранили конкурента. Такое возможно, в такой логике рассуждать. Ну, я с этим не согласна. Он был раздражающим фактором. Он, знаете, в древнем римском праве было правило, если ты хочешь добиться власти, критикуй систему, но не критикуй людей. А он критиковал персонально президента до бесконечности. Поэтому там много всего наложилось. Это не связано с какой-то конкуренцией. То есть это не политика какая-то, да, просчитанная? Это все... Нет. Это вот слишком много всего было эмоционального. И это меня взбесило больше всего. Потому что когда политическое убийство уничтожает врага, хотя бы это можно прогнозировать. Да? Да. А как с огромным количеством... Ну, с тем же Кеннеди, да? То есть это убийство тоже было неожиданным. Никто его не мог прогнозировать. В безумие никто поверит. В безумие никто не может поверить. А это было вот такое эмоциональное безумие. И это очень плохая черта, если в стране создалась ситуация, когда любые безумства, включая уничтожение людей, в принципе, возможны. И по как бы негласному молчанию на это дается карт-бланш. Если ты близок к власти, это ужасно. Еще он был таким, мы много сегодня тоже об этом говорили, публичным политиком, открытым, который выходил к людям. Не только на диалог с другими политиками, но и с людьми. Таких уже нет. Знаете, их всех вообще, включая меня, на нас все время катили бочку, что вы там типа демократы 90-х, уйдите, уступите место молодым. И Боря вообще на это не реагировал. Я же говорю, он был не элитным. Он через элиту перепрыгивал и говорил напрямую с людьми. Поэтому, а с людьми он всегда находил язык. Недаром книжка вышла с названием, что типа, я не помню, но слово провинциал. Провинциал. Да, да. Провинциал. Сегодня, кстати, Анатолий Чубайс цитату из этой книги вывесил. Память о Борисе Нинцове. И он всегда обетина смотрел. Ира, я простой вообще. Хотя совсем был непростой. Он тоже был талантливым физиком. Вообще голова мозги светлейшие, ученые. Но все время таким был. К нему приезжал Маргарет Тетчер. Да, Маргарет Тетчер. Он был с Маргарет Тетчер общался, так же, как, знаете, с бомжом. То есть так по-свойски. Он сокращал дистанцию в одну секунду. И все ему это прощали. Почему? Потому что от этого шла огромная добрая энергия искренности. Он был один из немногих искренних человек. И, может быть, за эту искренность и погиб. Потому что он как любил искренне, так и ненавидел искренне. А вот, кстати, вы сказали про демократов 90-х. Как вы считаете? Вот да, мы видим, много людей вспоминают. Сегодня приходят с цветами. Мы видели этот, опять же, марш после убийства многотысячный. Но мы, как понимаем, в народе разные мнения бытует. И многие до сих пор вспоминают только 90-е. Что вот эти молодые демократы пошалили, наворовали. Как вы считаете, удалось ли как-то за эти 6 лет, может быть, память о немцове? Фильмы выходили, много дискуссий. Переломить вот эту риторику. Многие же все-таки народе вот эти фразы говорят. Вот эти демократы. Публично не удалось. На уровне молодежи более-менее. Чуть-чуть удалось, наконец, над этим стали работать. Не там, а журналисты и так далее. Потому что этот миф о 90-х, он очень удобный для того, чтобы развернуть историю в обратную сторону. Чем сейчас мы и живем в нашей стране. И, конечно, мне было обидно. Но я всегда вспоминала слова Ельцина о том, что за реформы и абсолютно часто негативные все, кто участвовал в политике в то время, заплатили своими рейтингами. Неизбежно. Вы сейчас до сих пор тоже сталкиваетесь с этим? Нет. С такой реакцией? Я ушла. Я совсем ушла. И прошло уже 15 лет. Да-да-да. Поэтому я сегодня в это не назвали. Я для молодого поколения не политик 90-х. Я вообще не политик. Я такой гору мудрец, который прошел такую жизнь, что он может помочь и научить другим. И все. Меня это устраивает. Потому что молодежь нуждается для того, чтобы быть свободными и бороться за свою страну. Ну, вначале они должны быть внутренними, независимыми от начальников и от бюрократии. Они должны научиться независимо быть успешными. И когда они смогут, как я, стать успешной, не получая поддержки со стороны власти, тогда потом появится... Независимость. Да, независимость. Потом появится и гражданская оценка и независимость. Та самая независимость, которая и была в Борисе Нинцове. Ну, конечно. Мы же все сделали сами. Все лидеры 90-х, почему мы сейчас спокойно, кто остался жив, и ковид, и все переживаем? Потому что мы прошли такую школу. Понимаете? Советский Союз и потом вообще другая страна. И все это время мы были Дон Кихотами и романтиками, но при этом эффективными, как могли, и справлялись. Что могли. А вот вы много действительно коучингом, если так можно сказать, занимаетесь. Да, лайф-коучинг. Приходят, наверное, как вам молодые тоже, да, за советом, за опытом. Вот есть ли на... Просто, да, людям вот этим молодым, которые плохо знакомы с 90-ми, с реформами, с Борисом Ефимовичем в частности. Как бы вы, вот если сейчас представите эту ситуацию, ответили бы им, кто такой был Борис Нинцов в то время и что это было за время? Ну, вчера ко мне подошел вот молодой человек, совсем молодой, и сказал, что он очень уважает Бориса Нинцова. Для него это траурный день. И для него это была абсолютная честность. Вот я бы так и сказала. У Бори ничего не получалось с интригами. Он был очень честным. Я тоже была очень честной и искренне, но как женщина я сообразила, что с честностью и искренностью в политике делать нечего. И я ушла, а он остался. Вот так все и закончилось. За это и поплатился. За это и поплатился. Спасибо вам большое. Ирина Хакамадо, соратница Бориса Нинцова была с нами в студии. Мы продолжаем. Спасибо, Ирина.